Итак, как я обещала, дальше у нас третий блок, это вести блок пластика, различными методами с различными пластическими материалами. Итак, классическая, которую мы уже по сути в общем с вами разограли. Да, еще раз, возможно кто-то проспал или пропустил. Мы поговорим, разрез по границе, как мне доктор правильно все подсказал, мукогеневальная граница, и по ней делается разрез. Скальпель устанавливается параллельно альвеолярному гребню, и вот здесь вот все слизистомышечные тишины начинают отсекаться вот по этой зоне. Депетилизация принимающего ложа. Здесь фиксация свободного десневого трансплантата с прижимающими швами. Давайте еще раз обсудим. Мы фиксируем трансплантат в апроксимальных участках, фиксируем его между зубными сосочками, его прошиваем. И потом уже все швы дальше наши носят только прижимающий характер. Фиксация апикального лоскута нам нужна, не нужна, мы обсудили по натяжению, да, с личным ученым мы смотрим. Если есть вариант такой, что здесь все будет тянуть и отпрыгнет, то фиксируем апикальный лоскут. Какими швами мы должны зафиксировать апикальный лоскут? Субкристальными. Только этот шов имеет смысл, да? Только к надкоснице, если вы пришьете его, тогда это имеет смысл. Все остальное это просто вышивка глади бессмысленная. Ну, собственно, тут обсуждать нечего. Все старуха к меру, все работает. Доказывать мне кажется странным. Разрезы в фронтальных боковых участках при вестибулопластике, при апикальном смещении выполняются по мукогенгивальной границе. Принимающая ложе, например, если это зона адентии, да, там, переимплантная зона, она все равно готовится, это одинаково, она депитализируется для создания будущего питания. И фиксация свободного десневого трансплантата. Понятно, что в этом случае при открытом методе мы применяем только свободный десневой трансплантат, депитализированный по периметру. Вот, а это вот более интересная история. Это вестибулопластико-закрытым методом. Я немножко уйду в историю. Эта методика была придумана для конкретной пациентки вообще. У нее была проблема, S-образные костные дефекты в дистальних участках нижней челюсти от длительного ношения бюгельного протеза. Видели наверняка, да, когда фронтальный участок нижней челюсти прямо выезжает вперед, зубы уходят в протрусию нижние. И сзади мы имеем два катастрофических по вертикали атрофических дефекта, которые, к сожалению, не запротезировать никакими имплантатами, ни короткими, ни суперкороткими. Не знаю, может еще там что-нибудь придумали. Меньше четырех я еще не слышала. Но в любом случае, то есть там не было ничего. Но в связи с этим ношением бюгельного протеза истончением у нее произошла естественная атрофия и прикрепленной десны, которая просто утратилась вообще как класс, и истончение даже самой слизистой. То есть она настолько стала в этом участке ношения бюгельного протеза опирающего тонко, что идти на костную пластику с этой пациенткой, не имея ресурса, было просто бессмысленно. Ну, то есть это называется резня. Это сделала и не получилось. Очень не хотелось, чтобы так происходило. Я предложила подсадить ей, я уже так активно работала с твердой мозговой оболочкой, я предложила вот большой такой прямо плащ из этой твердой мозговой оболочки, подшила его язычно, перевернула на вестибулярную сторону, и на всю протяженность левлярного гребня его прификсировала в кости, перфорировала, все это закрыла, ушила. По сути, простая операция детсадовская такая, как бы вставила в карман, зашила все обратно. Она принесла очень такие мощные плоды свои. И всем последующим пациентам, которых я проводила костную пластику, или коллеги, которые советовались, или которые работали с индивидуальными костными блоками, аллогенными леопластами, которыми мы тоже занимаемся, все о них знают, мы рекомендовали с Алексеем обязательно вот эту подготовку хирургическую делать в этой области, чтобы немножко улучшить принимающее ложе будущее для костного блога и создать, конечно, в чем проблема этих костных блоков была первична. Почти у 80% коллег, они открывались в первые две недели. Из-за чего? Потому что вот эту истонченную атрофичную слизистую, ее, конечно, стянули и сшили. Ну, конечно, у нее нет ни ресурса, ни потенциала. Эти швы сквозь слизистую не приносили ничего, плюс такой большой объем, который туда устанавливали, добавляли. И все эти блоки просто выгнивали. Мы стали рекомендовать просто на 100% абсолютно всем коллегам, которые приобретали и делали у нас вот эти костные блоки, ставить туда твердую мозговую оболочку, таким образом подготавливать принимающие ложе, а потом уже делать, заниматься всякими своими костно-пластическими, имплантологическими мероприятиями. В общем, поэтому вот этот метод, он родился на самом деле только потому, что возникла потребность для него. Естественно, что, например, такой объем, вот у пациентки, для которой он был предназначен первично, у нее этот объем, у нее были сохранны только 6 зубов передних, то есть 33-43. И на зону от 44 до 47 нету такого аутотрансплантата. Мы нигде его не можем взять. Ну, доктор один мне рассказал, что он один раз с плеча срезал и в рот пришил. Ну, не знаю, в одну у меня лет фотографий не было, я не видел. У нас большие дефекты тела подберутся в кузове, но теперь она как-то перенформируется. Я видела волосы у таких пациентов во рту. Есть такое. Да, я такое видела, конечно. Но, в общем, все лирика, мы так не делаем. Мы не в стационаре в основном все работаем, и возможности для таких трансплантаций у нас нет. Точно я могу. Хотя я не думаю, что забрать кусок дермы сложнее, чем забрать кусок с неба. Может, даже и проще. У тебя здесь нет слюны, крови и поверхность открытая. Но, тем не менее, мы этого не делаем. Естественно, встал опять вопрос дефицит аутот своего ткани и возможности пластического материала, который надо было просто расширить еще каким-то показанием. И таким образом был разработан вот этот метод, который работает очень многие коллеги, которые применяют костные блоки, логенные индивидуальные или просто свои, или ауто-костные блоки. Кто-то берет из ребра, из темени, из ретромолярного пространства, откуда хотят. Они тоже делают все сейчас подготовку вот этим методом. Очень многие, во всяком случае, те, кто пользуются продукцией леопласта, они работают вот этим методом. Он стал очень эффективным. У меня нет клинических примеров фотографий. Я вам объясню, почему. Очень большая сложность съемки вот этого участка дистального на нижней челюсти. Это только благодаря Софье, которая у нас появилась два года назад, мы теперь с ней научились это делать. Мы до этого ничего не получалось. Это все можно было выбросить в мусор, все эти фотографии, чтобы на них ничего не видно было. Вот мы с Соней постепенно выработали определенный угол пациента, как его посадить, как его повернуть, чтобы хотя бы у тех, у кого хорошо открывается рот, это можно было увидеть. Поэтому я вот приношу сведения. Будем сейчас наращивать. И к какому-то следующей нашей встрече, через сколько-то лет, мы обязательно, я покажу, как это работает и как это действительно выглядит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok